С 1 марта россияне не смогут попасть на Украину по внутреннему паспорту. Такое решение приняло правительство Арсений Ценюка, как выяснилось по личному распоряжению президента. Петр Порошенко сообщил, что дал такое указание МИДу из беспокойства за безопасность страны. Чем может обернуться подобный Димаш Киева, разбирался Стас Натанзон. Дурь, ну что делать? Больше я ничего не могу сказать. У жителей приграничного Брянска новое решение украинского правительства вызывает одну реакцию – непонимание. Украинский премьер Арсений Ценюк, анонсируя новые ограничения, заявил, киевские власти просто послушались российского президента. Я помню, Владимир Путин просил перейти на загранпаспорта для пересечения госграницы. Ну что ж, мы его просьбу услышали. Но, похоже, услышали они то, что российский президент никогда не говорил. Если я правильно слышал, премьер-министр Ценюк заявил, будто это инициатива президента Путина, который в свое время высказывал такую идею, и вот в Киеве ее услышали. Мы сейчас готовим официальное заявление Министерства иностранных дел. Это неправда, то, что сказал Ценюк. Мы действительно переходим с большинством стран СНГ на взаимные поездки по загранпаспортам, сохраняя при этом безвизовый режим. Но в отношении Украины, с учетом того кризиса, который внутри этой страны сейчас разразился, мы намерены делать исключение. И наши украинские коллеги об этом проинформированы. Россия внимательнейшим образом рассматривала в конце прошлого года аналогичные меры. В отношении ряда стран эти меры были введены в действие, но для Украины было сделано совершенно осознанное исключение, потому что мы понимаем, что именно в российско-украинских отношениях гуманитарный фактор, прямые человеческие контакты, контакты между людьми на уровне гражданских обществ, это очень важный фактор, который не должен идти под нож, он не должен идти на алтарь, если хотите, жертвенный алтарь, даже когда осложняются межгосударственные отношения. Сергей Лавров, впрочем, заявил, ответных мер Россия принимать не будет. Правозащитники говорят, наоборот, сейчас въезд для украинцев на российскую территорию легкий, как никогда. Они для нас не враги. И вся ситуация Украины для России сегодня, как для братского народа, это как раз рука помощи, это все гуманитарные грузы, которые все ведут. И вся страна смотрит на Украину с точки зрения поддержки. Поэтому, ну как, мы своих не бросаем. По поручению Арсения Юценюка пересмотрены будут и правила так называемого «малого приграничного движения». К сожалению, эти правила не соответствуют европейским стандартам. Я прошу до среды Министерства иностранных дел подготовить поправки к этим соглашениям с Российской Федерацией, чтобы они соответствовали этим стандартам. А это значит, что те приграничные деревни, которые многие годы жили взаимной торговлей, теперь могут оказаться отрезанными друг от друга. Село Журавлевка Белгородской области. Почти у каждого местного жителя есть родственники в соседней Харьковской области Украины. Я в шоке. У меня отец ребенка на Украине, тоже возле Харькова живет. Я не знаю, что теперь делать, как вообще он приедет, я не смогу к нему поехать. Что теперь делать, я не знаю. Хотелось бы, чтобы было попроще, как и раньше. Потому что мы живем на границе, ездим друг к другу в гости, а не к нам, мы к ним. Некоторые депутаты Госдумы считают, переход на загранпаспорта – это еще один шаг к изолированию Украины от России. Решение правительства Украины нужно рассматривать в связи с другим решением, которое сегодня будет принимать Рада Украины, а именно об информационной изоляции Украины и ограничении аккредитации российских журналистов. Именно российские журналисты сегодня фиксируют документально доказательства преступлений, совершаемых украинской властью. Полагаю, они надеются таким образом избежать документального подтверждения тех преступлений, которые они, безусловно, намереваются совершать и дальше. Надеясь потом избежать ответственности. Да, Россия в отношении некоторых стран СНГ также с 1 января ввела режим загранпаспорта. Этот режим позволяет учитывать в полной мере миграционные потоки. Но украинское решение, с моей точки зрения, оно очень далеко от гуманитарных аспектов. На сегодняшнем совещании украинского премьера глава погранслужбы страны отрапортовал. На границе в 2014-м развернули почти 16 тысяч россиян. За первый месяц нынешнего года еще почти полтысячи. Российским мужчинам въезд на Украину практически перекрыт уже больше полугода. Женщин пускают легче, но и их часто разворачивают. Несколько раз украинские власти грозили ввести для россиян визы. Посчитав потери, правда, от идеи пока отказались. Ведь если и украинцам придется для въезда в Россию получать разрешение, миллионы из них потеряют здесь работу. А значит, перестанут переводить на родину деньги. В сумме это сотни миллионов долларов. Но назло ведь и не то можно сделать. Стас Натанзон, Вести.